всем привет на улице дождик осень обычно такую погоду называют мерзкая я думаю что мерзкая она бывает у людей у которых внутри недовольство поэтому погода может мерзкой быть я наверно ничего нового не скажу если повторю поговорку англичан нет плохой погоды есть плохая одесса вот так что ребята все хорошо машине тепло сухо на улице за окном дождик но у меня шикарное настроение чего и вам всем желаю итак сегодня отвечу на один из вопросов который мне задали сейчас как раз вот в трафике сижу и вот что это был за вопрос человек переезжает в америку из он слышал о мобил хоумах мобил хоумы потом такие есть трейлер парки мобил парки и так далее выгодно ли покупать выгодно ли переселяться в такие значит вот ну места я сейчас отвечу не обращайте внимание что у меня лицо как у рака красная да это впереди машины стоят и отражение такое вот ну ладно да действительно есть в америке такое явление как мобил парки здесь есть не только небоскребы с самыми ультра современными квартирами пентхаузами и так далее люди живут очень по-разному есть меншинс такие дворцы настоящие вот а есть более скромное жилье у людей и есть прослойка очень бедных людей они кстати живут в частично живут в мобил парках или в мобил хоумах так вот если вы хотите пожить временно в мобил парке снять в аренду такой домик маленький это ничего это нормально единственное что вам придется поплатиться качеством вашей жизни потому что там живут самые бедные люди их часто называют white rush белый мусор да если прямо вот так вот перевести вот то есть бедные люди алкоголики наркоманы ну всякая всякая вот прослойка бедных несчастных людей вот и там конечно дешево но качество будет страдать если на 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 готик там где-то пожить пока перед топтаться конечно она неплохо но жить там все время они вам не рекомендую вам надо расти продвигаться и где-то покупать в будущем что-то лучшее еще что хочу сказать что мобил хоумы в парках или даже на собственной земле никогда не растут в цене поэтому банки неохотно а иногда даже просто не дают отказывают взайме то есть ни при каких условиях они не дадут вам заем чаще всего эти домики покупаются за наличие значит если вы даже нашли домик мобил хоум на частной пропорте там на участке земли и продается с этой землей это конечно чуть-чуть лучше вариант потому что в будущем вы сможете что-то там построить но все-таки надо смотреть какие соседи кто там живет если там кругом этим обил домики то там нечего ловить да будем так прямо говорить а вот значит это в америке это распространенное явление что вот город город и потом раз такой участок отгороженные там стоят мобил хоумики небольшие иногда не все одинаковые иногда нет иногда вот как трейлеры которые ездили когда-то их с колес сняли поставили на фундамент и там такая разношерстная архитектура ну вот ну вот так там живут люди вот есть трейлер парке чтобы вы не путали это трейлеры это дома на колесах люди есть так живут это такой лайфстайл есть они приехали в один трейлер парк запарковались подключили свет канализацию воду и живут какое-то время надоело снялись поехали куда-нибудь другое место это есть такой стиль жизни есть такие люди которые предпочитают вот такое путешествие где-то деньги какие-то идут пенсия какая-нибудь и они вот сегодня вашингтоне завтра в оригоне послезавтра они поехали через месяц в калифорнию и так далее поэтому вот такая вот ситуация складывается с этими трейлер парками и мобил парками кстати есть мобил парки очень красивые очень приличные и там обычно живут люди постарше или single family без детей там нельзя детей там есть ограничения и они обычно это территория гейтед то есть огорожена ворота там security все прочее и в таких вот местах нельзя с детьми жить там обычно уже те кто вышел на пенсию люди обычно не очень богатые вот и они живут очень красивых таких уютных я ну как назвать деревушка типа да возле озера часто делают пломбы кругом красиво но такой домик продать это очень сложно потому что он стоит на чужой земле вот и заканчивая мой так сказать спич на эту тему скажу что это один из хороших бизнесов допустим уоррен баффет он где-то больше семидесяти процентов вот этих мобил парков он владелец его компании владельцы я не знаю почему но это в общем то очень выгодный бизнес и он даже строит эти парки я смотрел фильм об этом и там разговаривали с ним и однажды задали вопрос почему там выбрал это же копеечный на первый взгляд бизнес он сказал библии написано что христос сказал что всегда будете иметь собой бедных вот поэтому ориентировать бизнес на бедных в любой из этих сфер какую вы только можете придумать любой сервис для бедных это всегда будет выгодно потому что к сожалению бедных людей больше чем богатых вот так что вот приблизительно так если временно пожить поживите но оседать там бросать якорь в мобил мобил парках я бы никому не советовал и не рекомендовал ну что на этом буду заканчивать всем хорошего настроения здоровья чко благословений божих всяческих успехов пока